Добрый вечер. В эфире канала «Россия-24» программа «Вести» Ульяновск. В студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Формируем образ будущего Ульяновской области на Иннопром, что представили от региона на главной индустриальной экспортной торговой площадке России. Смотрите выпуски. Самый романтичный российский праздник отмечают сегодня одни из семьи любви и верности Маргарита Матюшинская. Не горная лаванда, а самым красивым эксперименте тепличного смотрите в конце программы. И начнем с самого главного события страны в Екатеринбурге. Сегодня заработала площадка, где закладываются основы российской промышленности. Иннопром ежегодно собирает десятки тысяч участников, причем не только из России. Этим летом главная тема звучит как технологическое партнерство, формируя образ будущего. Международная промышленная выставка Иннопром в очередной раз стартовала в столице Урала. Проводится она ежегодно с 2010 года. Иннопром – это без преувеличения главная индустриальная торговая и экспортная платформа России. Конечно, здесь, в Екатеринбург-экспо, представлены стенды всех российских регионов. Стенд Ульяновской области уже осмотрел Алексей Русских. Главе региона показали новый автомобиль, который будет выпускаться на площадках группы «Солерс». Машина оснащена механической коробкой передач, колеса на ней установлены 18-го радиуса. Она звали «СТ-8». Также здесь представили пассажирские кресла для российского лайнера МС-21 ульяновского производства. Установить их можно и в другие модели отечественных самолетов. Также промтех представил аварийные трапы для самолетов семейства «Сухой Суперджет-100». Раньше использовались зарубежные модели. А теперь кресла и трапы полностью импорта замещены. Мы заместили и тросики, и гидролоки. Кожа отечественная, материалы отечественные, разработка отечественная, металл отечественный. Поэтому мы здесь технологически независимы. Также на стенде Ульяновской области представлены испытательные модели беспилотников, которые производит завод «Сигнал». Когда планируете уже испытывать? Сейчас у нас процесс производства как раз идет. Мы сейчас готовим для крыльев оснастку для изготовления крыльев. И тогда получится, что может даже и в конце этого года мы сможем собрать уже аппараты и попробуем поднимать. За время работы выставки на промо ульяновского губернатора запланированы десятки встреч. Пройдут и важные подписания соглашения о сотрудничестве с предприятиями других регионов. Причем не только российских. Но все подробности будем рассказывать поступательно в наших выпусках. Сегодня вся Россия отмечает День семьи, любви и верности, приуроченный к Дню памяти православных святых Петра и Февронии, которые даже почили в один день – 8 июля. Забота и понимание, верность и любовь – залог счастливого союза, считают многие. Пронести эти чувства через года непросто, но некоторым удается и спустя 40, а иногда и 50 лет. Немного романтики в наш эфир добавит Маргарита Матюшинская специально к сегодняшней дате. Познакомились мы, когда я училась в торговом техникуме, и он пришел к нам на Новый год, Дед Морозов. И я у Снегурочки его отбила. С волшебства все началось и продолжается уже чуть больше 50 лет. Магии в такой дате супруги Александр и Наталья Семеновы не видят. У них работает всем известная истина. Главное, что доверять друг другу, верить, уступать. Вот самое главное – уступать. Наталье пришлось уступить супругу серьезно. 18-летней девушкой за любимым военным поехала в Германию, затем в Белоруссию и даже в Африку. Пока муж-танкист выполнял боевые задачи, жена в тылу, вела бой с бытовыми сложностями. С ней было всю жизнь хорошо, уютно. Домой придешь со службы. Стол накрыт, готова у тебя покушать, накормит. Хотя не умела, когда женились, готовить не умела. Да, да. Мама не пускала, рада замуж, говорит. 18 лет тебе только будет, говорит. Ты готовишь, Саша? Она не умеет готовить. Я куплю ей книгу о вкусной здоровой пище. Я ее учил готовить. Все знания, и не только кулинарные, передавали сначала двум детям, теперь внукам. Их учит и Семеновых трое. Богатства с каждым годом все больше, а чувства все те же. Любовь с первого взгляда называется. Любовь, да, так. И до последнего взгляда. Пока пылает, делится символичный семейный очаг семья-долгожитель передает молодым. Игорь Григорьев и Дарья Смирнова с волнением принимают такой дар ответственно. Я думаю, это все не просто так у нас совпало. Я думаю, это, блин, как бы это судьба, что ли, как бы по большей части. Я, конечно, этому рад, что так вот совпало. Знакомство в интернете, первая встреча, любовь и семь лет крепких отношений. Пока путь молодых таков. В планах, равняясь на родителей, долгий счастливый брак. Им похвастаться в преддверии Дня семьи, любви и верности в Заволжском ЗАГСе могли многие. Чествовали восемь семей, проживших вместе 25 лет и более. У каждого своя история, но на всех одно чувство. Маргарита Матюшинская, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. К другим темам. Сегодня жара, как и обещали синоптики, на несколько градусов ославила натиск. Однако температура в районе 30 градусов не перестает быть труднопереносимой. Как защититься от зноя снаружи и изнутри, узнавала Екатерина Лазарева. Фотография, которая мгновенно стала вирусной в интернете. На ней изображена женщина, которая всю жизнь пользовалась SPF-кремом. Вот только шею забывала. Как итог, пигментация и глубокие морщины. В летний период врачи рекомендуют вообще не выходить на улицу без защиты. Жара опасна для тех людей, кто отдыхает на пляже в неустановленной для загара часы. А это именно в обеденное время. Потому что солнце, которое в это время облучает их кожу, очень опасно. И может способствовать росту различных новообразований на коже. Чтобы этого избежать, загорать нужно в утренние часы до 10, либо после 4 часов дня. Это самое безопасное время для загара. Солнцезащитный крем нужно наносить за полчаса до выхода. Причем лучше использовать средства с индексом не ниже SPF 30+. Наносить крем повторно необходимо каждые 2 часа. А уберечься от солнечного удара помогут головной убор и одежда свободного кроя. Лучше выбирать светлые оттенки и натуральные ткани, такие как хлопок и лен. Также не стоит забывать, что в жару организм еще больше нуждается в жидкости. Поэтому в день нужно выпивать как минимум 2 литра воды. Если теплового удара избежать не удалось, важно знать, как оказать себе первую помощь. Обычно предлагают в этой ситуации воспользоваться увлажненным полотенцем, которое прикладывается к голове, чтобы компенсировать неврологические какие-то симптомы. Контролировать спитье. Ни в коем случае не использовать лед для компенсации состояния, потому что резкие смены температуры могут дать осложнение как на сердечно-сосудистую систему, так и на неврологическую. В случае отсутствия эффекта от оказания помощи, нужно обратиться за специализированной медицинской помощью. А если вы собрались освежиться в водоеме, здесь тоже не стоит забывать о мерах безопасности. В этом году статистика удручающая. 15 утонувших с начала купального сезона. Те, кто погибли, это купание в неустановленных местах, в запрещенных местах, это также часть купания в состоянии алкогольного опьянения. Вот это основные причины гибели. В Ульянской области 10 мест официальных пляжей, где можно купаться, где есть спасатели, где есть буйки, где все предназначено для данного вида отдыха. Предстоящая неделя также обещает быть жаркой. Впрочем, в середине июля синоптики прогнозируют послабление. Плюс 25 и небольшие дожди. Екатерина Лазарева, Маргарита Матюшинская, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Лавандовое поле появилось в областном центре. Сотни кустов высадили на территории компании по выращиванию овощей. Под лаванду тепличная подготовила больше тысячи гектаров. Их щедро засадили кустарникам. Семена предприятие приобрело у Федерального научного центра овощеводства. Сорта морозоустойчивые и приспособлены к средней полосе России. А значит, хорошо приживутся и в Ульяновске. Лаванда – это прекрасный цветок для нашей пчелы. У нас же огурец натуральный, пчелопыляемый. И поэтому у нас на территории предприятия находится своя пассика. У нас 242 улья. А пчелам нужна кормовая база. И лаванда будет служить прекрасной базой для питания пчел. Плюс мы все равно планируем ту лаванду, которую мы вырастим, ее также продавать, реализовывать. И это будет неким направлением нашей коммерческой деятельности нашего предприятия. Неприхотливое растение и быстро разрастается. А еще обладает множеством полезных свойств. На призыв помочь с высадкой откликнулись сотрудники Засвияжской администрации. Это все на благо нашего Засвияжского района, города Ульяновска, Ульяновского региона. Но если все это пойдет, то я думаю, что красивые поля лаванды, они не только красивы, они еще и полезны с точки зрения здоровья. И вот мы с удовольствием откликнулись на этот призыв и принимаем участие сотрудниками администрации. Если растение переживется и успешно перезимует, то в следующем году, в конце лета, в областном центре впервые зацветет лавандовое поле. На этом выпуск программы «Вести Ульяновск» на канале «Россия-24» подошел к концу. Доброго вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова